Здравствуйте, уважаемые! Хочу рассказать, как делался этот аппарат в Unity. Некоторые нюансы. Ну, для начала вам нужна 3d модель с текстурами. Желательно с разверткой. Вы можете сами сделать, а можете найти в интернете. Дело хозяйское. Вот вы перенесли в Unity модель свою, покрасили ее, значит, как она покрашена. Корпус. Bumpets popular. Карта текстуры. Вот развертка как раз. И она, кстати, вот она. Развертка и нормали. Ну, Bumpet, собственно, не нормали. Потому что нормали, я не помню. Тут еще нормали едут. Ну и так далее. Я не об этом хотел вообще сказать. Вот, во-первых, я покажу, из чего он состоит. Значит, сам корпус. Корпусу вот это вот CupDefense. Это анимация защиты. Значит, как анимация защиты сделана. Из чего? Это, в принципе, коллайдерная сетка этого аппарата. Только уменьшенная до 2505 полигонов в 3дмаксе. То есть вся коллайдерная сетка, она слишком сложная для Unity. А вот этот CupDefense, он... Ну, я его не могу показать, потому что... Так, я его уже закрыл, а... Блин. Сейчас. Ай, блин. Не могу я показать ее. Ну, в общем, она... Она просто уменьшенный вариант основной сетки. К нему цепляем AshRender и в анимации делаем Scale. В общем-то, и получается, и получается вот то, что получается. Значит, дальше. TransTransform — это движки. Они расположены в трех местах. Вот здесь, вот здесь, и есть еще один по центру. Почему так? Смотрите, какая фигня получается. Во-первых, у меня TransTransform привязан к анимации пламени. Во-вторых, если... Вот я сначала сделал TransTransform посередине. То есть движок посередине. Но... Почему посередине, а не в конце? Все просто. Если я сделаю движок вот здесь... Вот так. Ну, или два движка, да? Аппарат будет нормально летать. Но он будет вращаться... Вокруг центра... Как сказать? Вокруг центра тяжести. А центр тяжести будет сзади. В общем... Полет получается неправдоподобный. То есть... Колбасит невзаправду. Если сделать в центре движок... Ну, как бы... Это не движок. Это, в принципе, не движок. Это просто... Метка. Видите? Он пустой. То есть справа части ничего нет. Это просто метка, где как бы тяга двигателя находится для... КФГ. Для этого файла. Для конфигурации всей модели. Вот. Поэтому... Ну и если его в центре делать, тогда движок... Тогда в движке надо прописывать такую шляпу. Сейчас покажу. Вот. X-House. Damage. Falsh. То есть... Движок не взаимодействует с основной конструкцией. С коллайдерами основной конструкции. Если здесь будет стоять true... Вот здесь. И движок будет посередине. То аппарат никуда не полетит. Потому что пламя будет идти по оси Z. По этой, по синей. И будет упираться в коллайдер... Ну, собственно, оно в коллайдерной сетке сейчас находится. И все. И ничего не происходит. Поэтому, если делать вот движок в коллайдерной сетке, то... Здесь надо писать фальшь. Тогда нормально. Вот. Это движки. Trans transform. Все. К ним привязана анимация... Particlov. Ну, которую я здесь не покажу. Потому что она... Нет, не покажу. Она в другом файле, к сожалению. Или, подожди. Ну, да, да. Ладно. Это что такое? Модуль like surface. Это... lifting surface. То есть... Это метка того, что в этой точке есть... Есть... Ну, так скажем... Крыло. Крыло. Крыло аппарата, которое в конфиге задается. Только вот, по-моему, я его отключил. Да, вот оно. Я его сделал, но потом выяснилось, что это делается не так. Оно есть, но оно вроде бы как не надо. Ладно, дальше поехали. Это кабина. Здесь mesh render. Ну, протекстурено тоже соответствующим образом. Bumped specular с... С... С карты. Это коллайдер. Collider. Вот. Мэш коллайдер. Но... Опять же... Этот mesh collider, он оптимизирован. По-моему. может и нет может и нет сейчас врать не буду не помню вообще желательно коллайдеры все оптимизировать до не больше 256 полигонов все коллайдеры потому что если больше будет юнити будет ругаться и тормозить она будет работать но будет жутко тормозить поэтому вообще принцип какой смотрите вы берете модель так переносите в юнити а потом в 3d maxi делаете еще коллайдер ную сетку оптимизированную под каждую деталь если они у вас разные под каждую деталь просто про оптимизером то 255 я делал полигону делаете у вас коллайдер на сетка становится оптимизирована как бы до 255 полигонов оптимизирована и все и вот в юнити когда перенесли родную коллайдер ную сетку удаляете от загружаете ту которую сделали в 3d maxi и все можно конечно сделать просто добавить сюда бокс коллайдер но он будет вот так выглядеть то есть когда если кербаленыша пустить он будет ходить вот именно по этому боксу не доставая визуально до поверхности что не есть хорошо если вы делаете оптимизированную коллайдерную сетку то он тоже как бы не очень хорошо но она тоже не очень хорошо облегает аппарат он тоже как бы чуть-чуть так не не касается визуально поверхности но это гораздо лучше чем если делать бокс коллайдер вот и вся хитрость то есть вы делаете упрощенную коллайдерную сетку для коллайдеров в юнити все значит ладер и airlock сюда я ставлю видео которое записал специально для для лестниц и шлюзов единственное что там не сказал это то что значит вот гербаленыш будет ползать по оси y всегда вверх-вниз да а смотреть он всегда будет по оси z в сторону стрелочки то есть в данном случае вниз он всегда будет пол то есть он будет вот так вот горизонтально лежать когда было вылезет из аирлока горизонтально лежать башка у него будет где зеленая стрелочка осмотре лицо лицом он будет направлен в сторону синей стрелочки вот остальное там уже не сказался дальше крышки крышки этот аппарат делал не я в 3d max кто-то другой какой-то очень талантливый человек и он походу русский раз это это его родные названия крышки 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 но русский или русскоязычный короче он по-русски говорит потому что ну что классно сделал вообще прям мне очень понравился его аппарат протекстурен про в общем все отлично сделано ну это крышки просто это крышки закрывая открывание закрывание опор вот они тут про них вообще ничего говорить не надо их просто анимировать надо в юнити но как анимировать юнити это не тема сегодняшнего разговора дальше объект 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 это это что у меня это вот крылья и в общем крылья с поворотным механизмом он тоже проанимирован открытие и закрытие да и на крыльях вот стоит вот это fly это собственно крыло тоже упражнение на крыло самому с смеш рендером и бокс коллайдером здесь я бокс коллайдера просто воткнул во все это хозяйство на крыльях на крыльях как бы а вот это вот fly один один коллайдер это анимация защиты это собственно тоже упрощенная коллайдерная сетка каждого крыла только здесь здесь вот в правой части ее меш коллайдеров нет тут только меш рендер есть все тоже коллайдеры здесь не нужны а выглядит это вот так 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 стоп анимация вот видите вот пошло вот все она просто скелится и все потому что по-другому я не как бы можно как-то по-другому наверное сделать я посчитал что так будет самое надежное потому что как это работает я знаю ну и все и вот она открылась видите это просто мышь машин машин со скелинами ну вот здесь посмотреть вот скейл меняется от 0 0 и вот с этого момента до 1 1.25 все нельзя 1.15 в общем подгоняйте и все и вот она увеличивается получается анимация защиты что еще тут про флай сказать так собственно особо больше и говорить про него нечего ну это 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 в общем то не крылья это просто элемент ну как бы пустышка пустышка машин рендер и бокс коллайдер все больше ничего нет если я уберу все она пропадает дальше корпус коллайдер а вот это собственно коллайдер самого корпуса ну да и по-моему я его тоже оптимизировал до 256 до 256 мышей хотя брать не буду ну по-моему ну по-моему да их все желательно оптимизировать так почему а ну это корпус коллайдер корпуса совсем больше собственно не о чем говорить единственное что я здесь в риджбоде добавил да и зафризил зафризил позиции сам не знаю зачем и потому что я понятно не имею что это делает но я зафризил и это вроде работает нормально так шасси у шоссе это тоже просто шоссе ничего сумма они анимированные у каждого просто по бокс коллайдеру и машин на всех одинаковый они анимированные просто входит выходит вместе с крышками кстати ну это понятно это просто анимация шоссе опор дверь кстати тоже анимированные в этом аппарате только ее в конфиг не внес а просто вверх не сходит все больше ничего особенно тут тоже машин даже чем-то два машин все окошечко есть ладно это все неважно элементы это передние фары и задние фонари вроде бы на значит с чтобы сделать что чтобы их можно сделать чтобы цвет менялся во время анимации но у меня почему-то это не получается я не знаю как и анимировать цвет то есть нет я знаю я делаю но по-разному делал но крафт перестает загружаться то есть или порту что-то тормально глючит с анимацией цвета и еще что но как только я делаю анимацию цвета чтобы менялись менялся цвет этих фонарей в анимации все просто крафт не загружается и все это всего нет поэтому я ничего не стал делать я просто взял нанес вот такой вот ксп анлик чтобы они как бы светились сигнал белым ну то есть они без теней были всегда белый и все можно цвет поменять если хотите никаких хитростей больше тут нет так ну транс-трансформа и транс-трансформа вот так вот еще прилеплен объект объект гимбал джимбал смогу соврать но джимбал это вектор тяги двигателя вот вот этот вот модули джимбал я не знаю может быть в принципе его суда и не надо запихать но вроде как надо я его запихнул и он вроде работает то есть тяга тяга есть вот модуль reaction well это важная штука она должна стоять посередине ну то есть не посередине а в центре тяжести объекта и ориентация этого модуля джимбал а насколько я понял не важно совершенно то есть куда бы стрелочек не смотрели а значит джимбал модули reaction короче это геродин модуль reaction well это геродин встроенный значит смотрите какая заподлянка тут может быть вот она модуль reaction well важная штука я естественно усилил то есть значение побольше здесь поставил но поиграться можно можно долго играть вообще-то говоря чтобы большей правдоподобности полета достичь значит вот это вот сила ну собственно я не знаю как это переводится pitch jav roll вращение туда-сюда короче вращение по всем осям по трём осям торговый response speed не помню что такое ресурсы это потребление ресурсов этого геродина сколько она потребляет rate ну коэффициент это все вот модуль он одним модулем прописан я кстати я кстати тоже не знаю надо ли его здесь вот вроде бы надо то есть не просто так воткнул я уже забыл он вроде бы без если не воткнешь что и не работает хотя не факт совсем может быть или он здесь и не нужен ну то есть вот этот объект устой он будет просто через через конфига работать и фигня в другом значит первонаперво вот этот аппарат должен ориентировать был быть ритму вся вся эта конструкция где порту должен быть ориентирован правильно по оси то есть в гараже при загрузке корабль должен стоять именно вот вот так как он стоит сейчас то есть лицом к стрелочке y и собственно и повернут должен быть правильно то есть он должен быть повернут в гараже мордой к выходу ну и вверх и вниз тоже не перепутан быть тогда тогда модуль реакшн был вот и работает правильно то есть вы нажимаете W он отклоняется куда там вниз вы нажимаете поворот и в общем не перепутано все это получается потому что я первый раз сделал у меня корабль стоял не так то есть стоял то он так а ориентация осей была в противоположную сторону то есть у меня морда смотрела не морда смотрела противоположно от выхода и он был перевернут показать ну вот так вот он был короче они не вот так вот он был в гараже когда открывался он в гараже был вот так а здесь он стоял вот так поэтому я исправил это я просто вот этот вот корпус вот этот вот убрал потом исправил направление сей самого вот это вот роковый шаду объекта чтобы они были вот так y туда и сюда вот как на картинке короче y вперед z вниз x вот так и и вот вот он вот 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 он такое направление имел поначалу вот как корпус но дело в том что если менять вот сейчас направление осей ну как бы визуально чтобы вот здесь вот визуально перевернуть аппарат как бы вот как я сейчас только что делал и записать вот так вот перевернуть его как бы и записать портулсом то это ничего не даст то есть киспо все равно будет его неправильно позиционировать в гараже менять надо именно дочерний объект ну то есть как бы не дочерний а вот дочерний убирается из материнского материнский переворачивается и потом дочерний прикрепляется снова вот тогда объект переворачивается потом заманался слегка с этим поэтому дочки дочки матери очень важны вот эти вот да их но их нужно делать на случай на такой случай можно было бы прям корпусу портулс прилепить но тогда вот я попал бы тогда надо было все переделывать а это выяснилось когда я уже все анимации сделал а если вы перетащите вот этот вот корпус ну скажем делаете дочерним другого объекта у вас анимация просто поломается в общем дело и анимации придется переделывать а анимации в unity делать это не морой короче вот поэтому первого проверить надо проверить чтобы вся эта конструкция когда вы загрузили стояла правильно по осям изначально чтобы потом не попасть все понятно y красный x синий z вот так она и должна стоять вообще это конечно сразу лучше проверять чтобы в гараже она была именно вот так потому что потому что гир 1 ориентируется именно потому ну то есть управление гир 1 ориентируется именно потому как расположен объект ваш которому приляпан управляющий модуль то есть здесь управляющий модулем стоит вот второй как модули команд бла 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 с пассажирами все дела я не знаю я доходчиво сейчас рассказал или нет получилось ссори вот значит вот и вот это вот переходим на переходит перехожу дальше вот это вот это анимация пламени движков она здесь должна быть и в любом месте вообще-то говоря вот сейчас она вот здесь но на самом деле пламя выходит там где trans transform то есть в конфиге в конфиге пламя привязывается транс-трансформу так ща найду вот эффект просто аудио и вот вот это вот вот этот модуль эффект он вот привязка идет как раз трансформу то есть вот это вот это модель партиклов который надо тоже сделать вот это путь до этой модели партиклов это вот собственно название блюэсэй да которая как раз вот здесь вот и прописано а не слушайте тут другое прописано интересно ну может быть этот модуль здесь и не нужен тогда получается ну в общем может и не нужен да ладно тогда конфигу когда перейду попробую вспомнить дальше окно чем с окном было окно у меня отдельно по какой-то причине а а ну потому что потому что на окно я наложил другие другой рендер на окно здесь стандартный рендер стоит с с отражениями с металлизацией то есть он вот так вот именно выглядела на блестючий отражала поэтому он отдельным элементом сделал оно окно сделано отдельным элементом и прописано в текстурах unlimited ну собственно тут про него особо говорить нечего бокс коллайдер здесь естественно нет нафига не мышь рендер и все но и больше по него нечего сказать корпус коллайдер это как раз корпус корпус коллайдер это как раз для анимации дефенса вот кстати как коллайдер выглядит самого корпуса не только здесь он со скейнерами несколько коллайдер корпуса выглядит именно так два здесь все пять полигонов что так и чуть изменил а это не занялась с ним выбираем на раза тут же проблема в том что если вы сцену сохраняете но анимацию перезаписывать у вас анимация как бы все равно перезаписывается зараза фига так сделали то есть сцена открываете старую допустим но если вы анимацию ручками потрогали все пипец у вас анимация будет изменена даже в старой сцене зачем как это слышал ну ладно значит на корпусе на корпусе коллайдер не ну то есть вот поэтому корпус коллайдер здесь коллайдеров нет для дефенса анимации защиты то только рендер ну все fire transform fire transform это анимация огня она здесь вот указана как fire transform помечена и и здесь ее сделал через двигатели ну потому что по-другому я больше не по-другому я не умею вот fire transform то есть прописано ну ладно потом хотя чё потом fire transform прописан как эффект значит вот он да transform name fire transform запускается этот эффект вот этим двигателем отдельный как бы двигатель у которого трансформ нейм такой же то есть не трасс трансформа fire transform и запуск этого эффекта рунинг эффект нейм рунинг то есть запускается он вот этим вот рунингом и запускается он запуск вот это вот строка запуска собственно анимирует партиклы сами ну то есть а вот эти две анимируют аудио ну включают аудио энганга это включение и собственно выключение как сказать энганга это работающий двигатель то есть не не запуск самого двигателя именно работающий двигателя поэтому у него здесь короче вот этим аудио тоже запарился слегка разбираться как-то устроено здесь вот нельзя включать loop true и потому что если true и включишь и нажмешь клавишу огня fire он он будет работать но как бы он будет работать звук будет воспроизводиться в цикле то есть он будет стрелять стрелять и анимация партиклов вылетать вылетать но когда нажмешь выключить анимация партиклов выключиться по моему а звук нет как выключать если здесь вот лук стоит я хрена узнает поэтому у меня прописано просто одиночный звук ну и анимация анимация выключается собственно короче как то так собственно про это больше ничего рассказывать здесь два объекта просто откуда вылетает собственно fire transform fire трансформы надо делать с партиклы отдельным файлом как как партику делать это тема вообще другого видео хотя у меня там есть сделал на том же принципе в принципе и сделано значит вот это музыка fire это я пытался сделать анимацию как бы не пули а огня собственно ничего не получилось ну то есть она будто получается все нормально но как это в ксп перенести я не допер слегка то есть именно вот через конфиги потому что тут у меня вся не вот это вся вся анимация партиклов привязана к работе двигателя по-другому я не умею не знаю как в бд арморе там совсем по-другому там и свое управление какое-то прописано в длл как я пытался привязать стрельбу к бд арморе он даже не видите здесь есть из бд арморе моделька укороченная слегка и ничего мне не получилось то есть она как бы получается здесь но здесь легко в юнити но в ксп совершенно не переносится никак с управления нет поэтому я отказался от этой затеи сделал просто через анимацию партикулов именно этими строчками но это в общем то как как ионный двигатель работает от собственно конфиг ионного двигателя ну из конфига самого двигателя того там вся анимация к нему вряд ли он дальше значит здесь встроенные или или вон и закрылки короче здесь они в юнити они представляют собой пустышки но с координатами здесь по моему координаты важны или вон и в конфиге это прописывается вот модули контроль сурфейс тарас или он и 2 или он модуль контроль сурфейс юзе интернационал драк модель true я не знаю что такое вот важно чтобы они вот так назывались или во другое как здесь не знаю почему их так назвал 1 и 2 вот 1 и 2 и здесь вот я менял вот этот коэффициент 038 вот этот вот этот коэффициент собственно тут очень-то с коэффициентами я до конца не разобрался но вот этот коэффициент влияет на полет очень сильно вот этот коэффициент влияет 15-25 по-моему стояла остальные я собственно даже не пробовал но я так понимаю актуатор спит это скорость как сказать-то скорость отклоняем отклонение это это или вон то есть он если большая скорость вот с этими вот коэффициентами которые сейчас стоят этот вот как раз сделал но с этими коэффициентами как сказать такое ощущение что гравитацию выключили но зато он отклоняется бойко очень то есть на любой скорости вот на максимальной скорости на любой он может отклониться и затормозить своими элевонами так но это ладно это присказка тут есть еще одна хитрость с этими элевонами вот вот это вот три строчки я вот тут как раз память пометил для себя первая строчка кола все от координата центра подъемной силы и вот она у меня смещена назад на минус 10 метров относительно центр тяжести а центр тяжести у меня считай посередине всей конструкции вот если вы этот коэффициент меняете вас будет меняться это именно центр 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 подъем ну то есть в гараже когда включаете отображение центр подъемной силы вот он будет перемещаться в зависимости от того какие здесь вот значения стоят но это как бы не не центр подъемной силы всего аппарата а именно центр подъемной силы элевона конкретно вот я чё как бы почти понял то есть вот это вот вот этот коэффициент он будет работать вот для этих двух модулей в смысле он работает для вот этих двух модулей модули контроль сурфейс модули под первый второй короче если же включить вот этот вот лифтинг сурфейс то я даже не знаю что получится наверно что-нибудь изменится но в любом случае почему я заостряю на на этом внимание потому что если сделать без вот это вот без этой строки то что там был какие-то вещи нехорошие творились аппарат болтала что-то он не поворачивался полная жопа была гавыч в общем вот эти вот три строчки я не понял что обозначает копов сет потому что визуально ничего не меняется но вот эти вот я выяснил что если меняешь вот эти коэффициенты в гараже меняется центр ну координата центра подъемной силы причем там показывается как бы для всего аппарата в целом но на практике я выяснил что это меняется только именно для того какой модуль подъемной силы установлен в данный момент а в данный момент у меня два модуля подъемной силы это вот эти два элевона то есть не вот этот модуль сурфейс модуль лифтинг сурфейс он закомментирован здесь видишь да а именно вот этот я сначала сделал модуль сурфейс да и вот этих вот элевонов у меня не было их последний момент вообще добавил он летал то есть вот делаешь модуль лифтинг сурфейс здесь не надо ничего комментировать вот здесь ну без упираешь комментарии он работает вот это вот этих строк у меня тоже не было но тогда мне приходилось элевоны вручную присобачивать в гараже а я хоть и не хоть добивался именно того чтобы аппарат был самодостаточным ладно так скажу то есть ничего к нему больше крепить не надо он загрузил в гараже и сразу на стартовую площадку и чтобы и два кербалайта сидела там и вот единственное чего я я хотел еще чтобы моду но это топливо там было внутри но дело в том что при этой конфигурации вот текущий здесь движками стоит вот это движок эта конфигурация движка самого как бы там как же он называется маршал майн шалл не помню короче самого мощного ракетного двигателя который потребляет оксидизер ну собственно вот у него ликвид фуэл и оксидизер окислитель жидкое топливо окислитель а так как в ксп мне насколько я понял четко прописано потребление жидкого топлива и окислителя в зависимости от тяги потому что других коэффициентов я может они есть конечно но по моему короче чем больше тяга тем больше топлива потребляет двигатель и это прописано для как бы для всех двигателей одновременно то есть хоть в маленький двигатель возьмите хоть вот этот здоровенный майн шалл не важно в любом случае если вы делаете тягу больше потребление топлива тоже становится больше для всех однозначно двигатели потому что это двигатели одного и того же типа которые работают на жидком топливе и окислители я хотел сделать переделать немножко и сделать вот этот двигатель не жена жидком топливе она вот это вот на ион на ион топлива как он там называется него на ксеногазе потому что ксеногаз у него потребление крайне маленькая так но здесь можно сделать вот этот макс траст не единицу это тяга не единицу а сколько угодно сделать и и тогда как бы движок будет мощный но топлива потреблять будет мало и тогда ему можно сюда ксеногаза вписать канистру просто вот в конфиге добавить одной строкой ну не одной модуль и все и будет уже и топлива в нем ну и так же можно электричество кстати прописано на ресурс вот вот он вот этот вот это вот ресурсы это добавляет собственно аппарату в данном случае 150 не знаю чего единицы электричества и 150 единиц монопропилентов также сюда можно добавить и ксеногаз и все что угодно вот такими же именно строчками но дело в том что если добавишь сюда ликвид фуэл оксидизер да она добавится нормально и все и без читов то при вот такой вот тяге этого топлива хватит на 30 секунд понимаете в этом проблема поэтому пока что и пока что движок на читах на топливных ну или надо переделывать чуть-чуть двигателя так вроде бы про элевон и все рассказал бомбук сам гомбур бомбур дальше факт 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 собственно это картинка она не меняется хотя я пытался сделать так, чтобы она менялась, ну флаг можно было поменять в гараже, но у меня чуть-чуть ничего не получается, я не знаю где конфиги прописывать, поэтому я просто сделал mesh render на этот флаг и собственно нанес картинку, все, и рендер ксп альфа трансклюенс, и картинка вот такая, на черном фоне, и все, и он прорисовывается, ну вот как прорисовывается, как видно все, больше ничего нет, ну и в конфиге, в конфиге, в конфиге стоит флаг, но он не работает, вот этот модуль, флаг декал, текстурку от name, флаг, я все так же делал, не работает, не меняется, я не знаю как, я не знаю как сделать, чтобы флаг менялся, поэтому я просто плюнул и сделал вот, единый флаг, вот, spotlight это свет, свет это собственно, а ну тут три света на, один посередке, который бьет на range 750 метров, и два по краям, которые на 450 метров, и светят они немножко вниз, ну вот, вот так это выглядит, все три вместе взятые, зачем такой длинный и большой, ну в смысле так далеко светит, и я объясню, когда летаешь, я по горам летал, на этом кораблике, если меньше делать, то ты летишь, он в гору, вот в направлении горы летишь, на скорости там, не знаю, 500 метров в секунду, света нет, нет, потом хоп, свет зажигается, и ты не успеваешь реагировать, и в гору врезаешься, поэтому как бы он светить-то должен так, чтобы освещал объект, но ты еще успевал хотя бы отклониться от него, ну поэтому я не стал жадничать, и взял, и 450 метров указал, в одном случае, посередке, посередке светит прямо, и посередке 750, ну короче указал, указал, как свет делается, да просто делается, вот здесь вот, добавляется, так, здесь это короче на запись уже не видно, ну тут просто, вот добавляется модуль light, настраивается вот здесь вот как угодно, да, здесь вот справа, а потом добавляется анимация света, вот цвет анимейшн, а в анимации прописывается, собственно, что вот эти вот спутлайты, у них изменяется интенсивность, интенсивность, от нуля до сколько угодно, до семи, я сделал все, то есть делается анимация интенсивности, от этого спутлайта, ну вот этого light, понятно, да, тогда это будет работать в КСП, вот, и прописывается это здесь, это, вот, отдельно модулем, он не такой как анимация, вот этот модуль, name модули light, light name spotlight, ну и кстати говоря, вот смотрите какая фигня, модуль тут один, для всех трех лампочек, называется этот модуль spotlight, но, а здесь они по-разному, spotlight 2, spotlight 3, видите, да, три лампочки называются по-разному, но анимация для всех этих трех лампочек, вот она, animation name, свет animation, также она называется unity, вот, свет animation, то есть анимация одна, и все это работает, они, они все сразу, все три загораются, но тем не менее, здесь модуль всего лишь один, и насколько я понимаю, вот этот вот light name, ни хрена не, никакого значения не имеет, наверное, но, на всякий случай, пусть называется так же, как здесь spotlight, а свет animation, именно вот, анимация света, и все это работает, вот это вот light speed, и бла-бла-бла, user animation, dim, true, ну да, это true, я, честно говоря, не разбирался, что это значит, скорость, скорость зажигания лампочки походу, но это вот потребление ресурсов, видимо, да, user ресурса true, и фальс указать, он будет читовый, ну и ладно, ну и все, и больше тут, собственно, про этот свет рассказывать-то нечего, на самом деле его сделать достаточно просто, сложнее с лестницей, но с лестницей я рассказал, и все, народ, на этом конфиг, в общем-то, корабля и завершен, больше нет ничего, я думал, еще что-то есть, хе-хе-хе, но нет, вот, теперь, собственно, конфигурация, файл конфигурации, значит, ну, name, part, after mesh, skill, ноды, это все понятно, я надеюсь, это координаты зеленой, зеленого нода, ноды attach, это координаты, как бы, не координаты, а указывает на то, что он будет без, без зеленого нода прикрепляться, этот координат, как бы, ну, вот, минус один тут стоит, я не знаю, ну, то есть, просто вот эта строка указывает на то, что он будет прикрепляться в любой точке, куда вы его прикрепите, без зеленого нода, вот про эти коэффициенты я рассказал, этих игру здесь, по-моему, чего угодно можно писать, хотя не уверен, ну, это entry cost, структурал, категория структурал, указывает, что он в структурале, структурный элемент, он будет там появляться, именно в гараже, мануфактуры, масса, драг, вот, драгмода, если здесь стоит нон, сопротивление, если стоит нон, то корабль летает, конечно, лучше, но неправдоподобно, поэтому здесь по умолчанию стоит сопротивление, ну, имеется в виду атмосфере сопротивления, когда он в атмосфере, то он реалистичнее себя ведет, минимум, максимум, драгм, ну, тут я не знаю, я ничего не менял, у меня по минимуму стоит, ангуляр, крэш толеранс, брейк форс, брейк токуэ, температура, вес, ртплан, вот, вот эти три строчки я взял из конфигурации вот этого вот МК-кокпита, и самая главная здесь строка, это вот это вот, по-моему, bulking hit profile с МК2, это, как сказать, это вот, если вот этой строки нет, то на старте два кербалленка есть внутри, а на старте иконки не отображаются, то есть их нет иконок, поэтому я в оконцовке вот так вот сделал, вот эти три строки добавил, весель тип, игривка по сити 2, то есть количество кербонавтов 2, и bulking profile, это вот, bulking profile, это как раз вот сколько, как он будет отображаться иконки, в общем, как-то так это работает примерно, не знаю, вот это вот работает, вот эта связка вот этих вот трех строчек и вот этих двух, ну, ресурсы, это тоже, конечно, и вот этих двух это работает, эта связка, все, он нормально сажает кербонавтов в гараже и нормально позволяет им выходить, кстати, вот да, что вход-выход кербонавтов, если еще не поняли, отвечает вот это именно airlock, вот этот вот, ну и лестница к нему привязана, потому что если без лестницы сделать, я правда не пробовал, но, по-моему, если без лестницы сделать, он будет просто вылетать из так вот, как это, а так, если лестница еще есть, он будет на лестнице как бы задерживаться, а так он будет, airlock, он будет, как сказать, как пуля вылетать в никуда, а так он выжил из airlock и на лестнице как бы завис, по-моему, так это работает, значит, дальше, ну, ресурсы, понятно, это электричество, это монопропилен, хотя монопропилен здесь лишний, потому что у меня там нет нифига, модуль control for face рассказал, это элевоны, две штуки, флаг рассказал, модули light, это свет, рассказал, так, ну и четыре модуля анимации есть, значит, здесь шасси, шасси анимейшн, fly, это склад-расклад крыльев, defense анимейшн, защита, fire анимейшн, анимация, что такое fire анимейшн, что ли? а это я делал как раз, вот, чтобы огонь вырывался из как бы из пулеметов которых нет в принципе ну в смысле пустышки он кстати тоже работает только его здесь нет а не он не работает я убрал анимацию огня отсюда ну на этой строчке эту строчку можно удалять она здесь не нужна модуль reaction well ну это собственно здесь указываете достаточные параметры вот этих трех вот эти три параметра это я не знаю что такое я не трогал как стоит 30 так и будет так и стоит ну тоже можно экспериментировать не знаю что такое дальше пошли эффекты значит вот этот эффект это эффект пламени из двигателей он привязан к транс-трансформу он будет вырываться оттуда ну то есть пламя будет оттуда видите где вот здесь вот где стоит транс-трансформу где двигатели стоят из тех точек он и будет вырываться то есть вот здесь стоят вот сзади два двигателя тень и слепой но в центре будет агонии а и вот здесь они называются одинаково то есть три модуля и все одинаково называется транс-трансформу мне уже хрип болтать вот а вот эта строчка указывает что указывает что вот здесь вот в fx есть этот анимация партикловая анимация вот это вот это вот это вот то есть видите склад транс-трансформу вот она указывает что она здесь есть а партикловую анимацию надо создать естественно отдельно и записать ее сюда дальше ну что тут собственно здесь вот важно вот это вот значение траст первое значит этот траст привязан к запуску двигателей вот видите рунинг эффект нейм то есть имя запуска эффекта должно быть таким же в данном случае траст какой стоит вот здесь вы нажали на двигатели двигатели запустились тяга пошла и включился вот этот партикл анимейшн который тоже называется траст вот здесь вот следующий видите тоже эффект есть тоже но он называется уже по-другому рунинг и иные соответственно партиклы здесь уже другие и вот и то есть двигатели запустят только тот элемент который называется вот траст эффект тот эффект который траст называется а трастом у меня называется как раз вот это именно вот это вот ну тут стоит эмиссия значит что почему тут три эмиссии смотрите насколько я понял вот это на старте на этом как он называется круглый шепт сфера которая показывает называется там есть три градации вот когда тягу увеличиваете там есть градация три градации там есть грубо говоря по 33 процента каждая так вот это вот эмиссия она указывает вот это вот первый ноль второй ноль но два ноля ведь стоят то есть в начале ноль и в конце ноль вторая эмиссия указывает на то что третья градация начинается с 0 25 заканчивается 0 5 ну и вторая градация и третья градация 1 1 по моему так это работает хотя вот вот я тут экспериментировал где-то со звуком сейчас скажу вот вот этот вот траст это это эффект аудио то есть звук звук именно этого запуска двигателя не знаю почему он здесь надо было туда перенести неважно вот я экспериментировал экспериментировал и в концовке я записал вот так это собственно тоже самое только здесь волюма то есть громкость стоит а здесь стоит эмиссия я вот это вот вообще не трогал вот она как тут стоит так и так стоит его можно конечно тут корректировать но то на вроде нормальный так это именно вот анимация партикулов ну то есть двигателя работа двигателя вроде бы все рассказала что ли вот это эффект это огонь собственно анимация огня и к нему привязана два звуковых файла почему два потому что он вот это вот стрельба а вот это вот окончание стрельбы то есть вы включили выключили за запуск этого этих партиклов отвечает просто движок то есть вы движком запускаете стрельбу как бы но движок здесь страстом я один поставил то есть он вообще никакого как бы трасс не имеет но по факту запускается движок еще один который здесь стояли называется как fire transform который в код в unity вот он здесь здесь ну да он должен быть своих местах именно так куда анимация идет но это как видео о партиклах вот и за запуск вот running за эффект name running именно вот running будет запускать вот это вот то есть все что ниже лежит он будет запускать он будет запускать running и аудио к нему в общем вот 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 так вот должен выглядеть конфиг конфиг огня как должен у меня выглядит конфиг огня и вот так вот к нему эффекты вроде бы понятно 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 не знаю ладно все это конфиг движка собственно самого движка то есть называется он так значит тяга будет в тех местах где юнте стоит transform в данном случае в трех местах и максимальный траст это будет общий траст то есть деленный на три двигателя в данном случае потому что он не не для каждого двигателя по 1300 насколько я понял хотя может я не ошибаюсь а просто как бы для всех движков то есть это вектор тяги просто транс трансформ откуда будет тяга а вот вот этот макс трасс это это вообще как бы максимальная тяга для всех двигателей которые есть здесь я бы в юнте мог понаделать еще штук десять транс трансформ в разных местах но тяги это бы не прибавило это просто бы вектор сместила ну то есть вектор тяги по моему так здесь указывается то что это топливо liquid fuel и соответственно вот в этом месте можно просто заменить наверное что это будет пропеллант electric church да вот этой строкой наверное надо заменить и тогда у меня ну собственно вот эти три строки если я отсюда возьму и сюда вот вставлю то у меня двигатель превратится из liquid fuel в вот этот ксенон и тогда можно приляпать бочку с топливом его хватит я не знаю до до солнца наверное я так думаю надо попробовать попозже дальше fx модули animation throttle перегрев не работает в данном крафте не работает он почему хрен знает ну это перегрев двигатель который у меня не наблюдается потому что у меня и двигатели так как таковых не не нарисовано да только анимации они как бы подразумеваются ну в общем я вот насчет этого модуля ничего не скажу потому что ничего не знаю но он здесь есть пусть будет он не мешает хотя конечно там ошибка какую-то выдает не ошибка а предупреждение модули аль альтернатор ресурс вообще не знаю что такое он из стандартного конфига этого двигателя я его не няу модули surface fx тоже не знаю что такое закомментировал и последнее это собственно звук запуска движка с которым я долго игрался и в общем то я хочу рассказать немножко то есть вот звук вот это вот опять же три вот volume это громкость звука и она работать будет когда вот так вот именно стоит то есть здесь ноль ноль вторая строка ноль ноль ну а там значение какое-то второе какое-то значение у меня в данном случае ноль пять единица и как бы на максимальном трасте двойка звук стоит это когда максимальная тяга делаете pitch это ускорение воспроизведения звука в данном случае 0.9 то есть замедленнее чуть-чуть начинается и дальше единицы стоят ну то есть у вас звук есть вы какой-то звук записали для двигателя грубо говоря вот такой вот здесь будет в первой части шкалы тяги которая на три части разделена в первой части будет чуть ниже дальше приваляете и пошло если здесь написать двойку например а вот тут понятно вот именно таким образом отработает ну и луп это клуб true это воспроизведение моей анимации звука в цикле то есть здесь фальш поставить один раз промычит и все и больше не будет ну и все а дальше пошли какие-то модули которые про которые я вообще вообще ничего не знаю нестандартные из движка и я их просто воткнул зачем они нужны я подразумеваю что это что-то для выявления ошибок но я могу ошибаться вот и да еще что хотел сказать про лестницы и аэроки вот здесь вот и в конфигурации вообще нет то есть лестница аэрок она это чисто удел 3d модели они прописываются только в модели все больше я играю автоматически подхватывает то есть в конфиге я вообще все народ я короче ахрип как мог объясню для вас для себя чтобы не запомнить не забыть давайте пока